Тема сегодня у нас очень интересная, она называется «Моковисцидоз и микобактериоз». И работают с нами сотрудники Института туберкулеза профессор Людмила Владимировна Панова. Она является доктором медицинских наук и защитила как раз диссертацию по деструктивным формам туберкулеза у детей и подростков в 2013 году. Поэтому мы давно мечтали о встрече с нашими афтезиатрами. Надеемся, что встреча эта будет не последняя, потому что у педиатров масса вопросов, где же эти дети наблюдаются. Вроде бы говорят о росте туберкулеза. Поэтому, Людмила Владимировна, огромный интерес к этой проблеме. Школу клинического мышления педиатра мы проводим уже более чем полгода. И к нам присоединяются, поскольку ссылка у нас была 10 минут назад, уже подключено почти 100 человек. И у нас есть еще врачи, которые сидят в нашем зале. Поэтому обычно до 200 человек, причем география у нас много профессоров со всей страны. Есть наши друзья из Азербайджана, из Узбекистана и Казахстана. Поэтому тема туберкулеза нас волнует просто действительно не только легочные и различные другие внелегочные проявления. Ну и вот сегодня вы будете рассказывать о микобактериозе, не туберкулезной теологии. Но вот, к сожалению, мы в этом плане отстали и не очень хорошо знаем эту проблему. Поэтому то, что вы нам хотите вначале посвятить проблему микобактериозы, это просто совпало с нашими желаниями. Поэтому слово передаю Кондратьевой Елене Ивановне, профессор, который руководит сегодня российским центром по изучению муковисцидоза. Пожалуйста, Елена Ивановна. Спасибо, Ирина Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы действительно сегодня с вами будем обсуждать очень редкую тему для педиатров, тему микобактериоза легких при муковисцидозе. Я думаю, что не все педиатры знают хорошо эту проблему и будет интересно. Я хочу сказать, что мы сами с этой проблемой столкнулись в 2013 году. И мы сегодня вам покажем первый случай диагностики микобактериоза легких, вызванного нетуберкулезными микобактериями, у пациентки с муковисцидозом. И мы сегодня вам продемонстрируем самый последний случай диагностики, который случился в декабре 2020 года. И я хочу сказать, что в настоящее время, согласно регистру муковисцидоза, всего 12 детей страдают микобактериозом легких среди пациентов с муковисцидозом. И 1% — это 40 пациентов, это дети и взрослые, которые имеют эту патологию. Я предоставляю слово как раз Людмиле Владимировне, чтобы она могла немножко в эту проблему вас посвятить, и мы начнем наш клинический разбор. Я хочу сказать, что в Российской Федерации впервые при муковисцидозе микобактериоз легких был диагностирован в 2006 году в городе Томске, когда я еще там работала у взрослой пациентки. Ну вот теперь уже история, она несколько накопилась, и нам есть что обсудить и что рассказать из собственного опыта. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня у нас действительно очень сложная и редкая тема для разговора. Про туберкулез слышали многие и знают про эту инфекцию, про микобактериозы, а многие даже никогда не слышали и не сталкивались с этой проблемой. Поэтому мы свою встречу сегодня как раз хотим начать с небольшого такого вот вступления и познакомить вас с этой проблемой, рассказать немножко вообще, кто такие нетуберкулезные микобактерии и как с ними мы работаем в своей практике. Начнем с того, что сам термин микобактериоз появился в 1971 году, и впервые этот термин ввели в практику раньон и гранж. И под микобактериозом подразумевают это тоже инфекционное заболевание, но вызывается оно нетуберкулезными микобактериями. И эти микобактерии также вызывают формирование схожего с туберкулезом гранинолематозного воспаления в легких. По своей сути нетуберкулезные микобактерии – сапрофиты. Они свободно живут в окружающем нас пространстве, в природе. Они относительно контагиозны и для здорового человека они не опасны. Они существуют с нами постоянно. Если мы рассмотрим классификацию род и вообще происхождение микобактериозов, то согласно определителю Берджи, обновленному, который вышел в 2001 году, микобактерии нетуберкулезные относятся к домену бактерия, тип актинобактерия, семейство микобактерицы и род микобактерию. Надо сказать, что этой проблемой сейчас во всем мире очень активно интересуются, и пополнение, открытие новых, так скажем, нетуберкулезных микобактерий происходит постоянно. И на сегодняшний день уже идентифицировано порядка 200 нетуберкулезных микобактерий. Их по-разному классифицируют, и на сегодняшний день такой общепринятой в мировом масштабе классификации и для клиницистов, и для микробиологов не существует. Классификации предпринимаются по разным показателям. И вот одна из самых ранних классификаций раньона, которая подразделяет нетуберкулезные микобактерии на 4 группы. Они классифицируются по скорости роста. И первые три группы – это медленно растущие микобактерии, и четвертая группа – быстро растущие. И эта же классификация подразумевает подразделение микобактерий по тому, как происходит жизнедеятельность культуры, то есть по способности образовывать пигмент на свету различного цвета. Предпринята была также попытка, вот еще одна классификация, в зависимости от патогенности для человека. И эта классификация ближе к клиницистам. В эту классификацию включены и туберкулезные микобактерии, которые относятся к первой группе, микобактерии, которые вызывают лепру. И далее следует три группы как раз нетуберкулезных микобактерий. Их здесь множество. Мы потом о них, о тех, которые значимы и интересны для клиницистов и для педиатров, которые занимаются муковисцидозом и легочными заболеваниями, мы чуть позже на них остановимся. А здесь вот они просто, я представила эту классификацию для ознакомления, чтобы создать впечатление о сложности проблемы, о неизученности этой проблемы и о том, что очень много нам предстоит еще понять и осознать в этой области. Еще одна классификация, и это одно из последних подразделений, тоже удобное для клиницистов. Новые постоянно, как я говорила, открываются микобактерии нетуберкулезные, и по этой классификации их просто делят на быстрорастущих и медленно растущих. Мы сегодня говорим о муковисцидозе, и вот как раз легкие – это основные органы-мишени для микобактериоза. И на этом слайде представлены из всего изобилия 200 и более микобактерий, те, которые наиболее распространены и во всем мире общепринято, что именно изучено, что именно вот этот набор микобактерий наиболее значим в плане того, что они вызывают различную легочную патологию воспаления у скомпрометированных пациентов. Это микобактерия авиум комплекса, сокращенно вы, может, даже где-то сталкивались с этим названием МАК, микобактерия Канзаси, микобактерия МАПСССУС комплекс, фортуитум и гордоны. Надо сказать, что изучая во всем мире специалисты распространенность нетуберкулезных микобактерий, отмечают, что в зависимости от региона может частота встречаемости этих микобактерий быть различная. Поэтому вот эти первые две группы, авиум комплекс и Канзаси, встречаются во всех регионах чаще всего. Если мы будем говорить о факторах риска развития мегабактериоза органов дыхания, то эти факторы риска мы можем разделить на две такие большие группы. Это прежде всего медицинские факторы риска, и наиболее значимый такой фактор – это снижение общего и местного иммунитета у человека. На первое место сегодня выходят, конечно, прежде всего, это пациенты с ВИЧ-инфекцией, пациенты, которые получают системные глюкокортикостероиды и цитостатики. По поводу различных заболеваний, это и онкопатология, и различные аутоиммунные заболевания, требующие таких препаратов. И лечение генноинженерными биологическими препаратами. То есть это группа пациентов, у которых значительно снижен иммунитет, и они подвергаются значительному риску заражения сапрофитной флорой. И еще одна большая группа пациентов – это тоже пациенты с хронической обструктивной болезнью легких – пневмокониозы. То, с чем мы постоянно работаем, это наш туберкулез у больных. Но прежде всего надо сказать, что нетуберкулезные микобактерии присоединяются к нашей микобактерии, когда отмечается хроническое течение туберкулеза. И только в этих случаях, когда местный иммунитет ослабевает, сюда присоединяются и нетуберкулезные микобактерии. А так, если течение туберкулеза благоприятное, пациент лечится, туберкулез не переходит в хроническую форму, то и нетуберкулезные микобактерии в этом случае не присоединяются и не вызывают дополнительного воспаления. Сегодня мы говорим о муковисцидозе. — Владимировна, можно по ходу задавать вопросы, потому что мы обычно это делаем, иначе в конце уже что-то можно забыть. — Я работаю впервые, поэтому... — Да, поэтому вот прежде всего очень интересная помощь с геноинженерными биологическими препаратами. То есть при всех, при лечении любыми препаратами, или только это типично для ремикейда, высокий риск развития туберкулеза, и ассоциация с какими заболеваниями, например, болезнь крона, есть ли ассоциация с микобактериозом или постуберкулезом? — Вот на сегодняшний момент таких конкретных данных именно у нашей клиники и в литературе мы не встречали. Это такие литературные обобщенные данные, но мы вот не сталкивались, и пациенты с болезнью крона к нам не попадают. Поэтому здесь я просто на этом слайде представила общие такие данные. — Если бы это было, они бы к вам обязательно пришли, потому что мы занимаемся лечением болезни крона, знаем о том, что назначение, ну прежде всего, там, ремикейда при целом ряде заболеваний сопряжено с высоким риском развития туберкулеза. Перед назначением этого препарата всегда обследуем пациента на предмет инфицированности. — Ну вот, возможно, если бы такие случаи встретились, возможно, они бы к нам дошли, но пока до нас находят только пациенты Елены Ивановны. — То есть, может, от того, что тщательно выбирают пациентов для этого лечения, они к вам пока не попали? — Вот, возможно. — Возможно, с этим связано? — Мы тоже в процессе изучения этой ситуации, нельзя сказать, что накоплен какой-то большой опыт, и мы можем по всем направлениям дать ответы на существующие вопросы. К сожалению, на сегодня это все еще в процессе такого обучения, обобщения, изучения. Поэтому, можно сказать, не встречались мы с такими пациентами на сегодняшний день. — Хорошо, спасибо, это очень важно, потому что эти препараты так вот входят в нашу жизнь при очень целом ряде заболеваний. Хорошо. — Ну, продолжим тогда. Вот мы коснулись сегодняшней нашей темы уже, муковисцидоза. И вот к биологическим факторам риска, конечно, у таких иммуно-скомпрометированных пациентов относится время экспозиции, количество попадаемого микроорганизма нетуберкулезных микобактерий, то есть массивность инфекции, с которой сталкивается пациент, и патогенность конкретной нетуберкулезной микобактерии, с которой пациенты сталкиваются. Что касается муковисцидоза, то здесь еще одним фактором риска, который тоже присутствует, это постоянная ассоциация у этих пациентов с различными другими патогенами. То есть постоянно присутствуют и грибы, и неспецифическая различная флора. И вот здесь заподозрить микобактериоз и вовремя оценить неэффективность проводимой антибактериальной терапии и обследовать дополнительно на нетуберкулезные микобактерии, это, конечно, надо иметь опыт и какие-то знания, чем может быть вызвано еще воспаление, кроме неспецифической флоры и грибов, и направить на обследование именно на нетуберкулезные микобактерии. На этом слайде я так в виде рисунка попыталась представить тоже пути заражения, чтобы дать представление, что на самом деле мы плотно сосуществуем с нетуберкулезными микобактериями, они повсюду. В биопленке они находятся в любом водном пространстве, это и реки, и любые озера, водоемы, и очистные сооружения, и в доме в нашем, в квартире, в душевых. Везде они размножаются и присутствуют, но мы с ними живем, так сказать, дружно до тех пор, пока наш иммунитет контролирует ситуацию. И из окружающей среды заразиться можно нетуберкулезными микобактериями разными путями. То есть они вызывают не только поражение легких, хотя мы говорим, что легкие – это основные органы, мишени. Они также могут поражать и кожные покровы при контакте с почвой, они и с водой могут попадать в организм, и с пищей. Но если мы говорим о легких сегодня, то вот аэрогенный путь – это заражение основное, и из водной поверхности в виде мельчайших вот таких пузырьков формируются капли, которые при дыхании способны попадать в легкие и уже в легких вызывать значительное такое воспалительное поражение. Если мы будем говорить о том, как заподозрить, как поставить диагноз микобактериоза, то вот еще лет 15 назад это было, ну, я скажу, пока не появилась лабораторная служба такого уровня, как в нашем институте микробиологической лаборатории, это было невозможно. И под маской микобактериозов к нам поступали тоже больные с муковисцидозом, и мы диагностировали у них туберкулез, а не микобактериоз. И лечили мы их противотуберкулезными препаратами, иногда динамика была медленная, и мы не понимали, в чем дело, почему не происходит полного выздоровления, а вот уже когда у нас появилась лаборатория такого уровня, как сегодня, и в лаборатории смогли идентифицировать туберкулезные и нетуберкулезные микобактерии, вот тогда мы стали и понимать, в чем дело. То есть к нам поступали пациенты с муковисцидозом и с нетуберкулезом, с микобактериозом. И на сегодняшний день существуют критерии диагностики микобактериоза легких, которыми пользуются во всем мире. Это критерии руководства Американского таракального общества и Американского общества по инфекционным болезням. Они общеприняты и у взрослых, и у детей, и они основаны на клинических данных, рентгенологических, и, конечно, основное – это микробиологическая идентификация. Клинические данные – это наличие симптомов заболевания легких, но это неспецифические проявления. Такие проявления могут быть и при пневмонии, и при острой респираторной вирусной инфекции, осложненной потом бронхитом. Но и на компьютерной томографии тоже похожие изменения мы видим и при пневмониях неспецифических, и при туберкулезе. Мы просто можем заподозрить микробактериоз легких, но только по клиническим и рентгенологическим признакам мы не можем поставить микробактериоз. В этих клинических рекомендациях тоже стоит такой интересный пункт, как обоснованное должным образом исключение иных диагнозов. Но это очень долгий путь. И если мы не будем иметь лабораторной микробиологической службы, которая из материала мокроты выделит нам нетуберкулезные микробактерии, идентифицирует их и определит чувствительность к антибактериальным препаратам, мы можем очень долго исключать всю остальную легочную патологию. Что на сегодняшний день существует из методических документов, которыми можно воспользоваться и изучить эту проблему более подробно? Вот я здесь представила два документа. Это одни клинические рекомендации, вышедшие в прошлом году в Российской Федерации. И вот Елена Ивановна активный участник этих клинических рекомендаций, где отражено лечение микробактериоза легких. И оно, собственно говоря, такие же подходы имеются в согласованных рекомендациях Американского фонда кистозного фиброза и Европейского общества по лечению микробактериоза у пациентов с кистозным фиброзом. Что здесь хочется сказать? Что вот эти согласованные рекомендации, они как бы изданы не на основе научных, обобщения каких-то научных данных, они написаны на основе опросников. То есть проводился очень длительный и подробный опрос всех специалистов и даже пациентов, больных муковисцидозом, и которые переносили микробактериоз. И на основании конкретно заданных вопросов очень долго это все изучалось, оценивалось, и на каждый конкретный вопрос по этой проблеме давался ответ. Вот как это выглядит. Мы сегодня будем говорить о лечении микробактериоза. И вот я для примера взяла из этих рекомендаций ряд позиций, которые относятся к лечению микробактериоза. И вот рекомендация номер 24. Здесь, к примеру, ставился конкретный вопрос. Как вообще должно быть организовано лечение микробактериоза? Вот рекомендуется двухфазное лечение. Эта позиция, кстати, очень сходится с позицией лечения туберкулеза. То есть должно быть две фазы. Интенсивная и фаза продолжения. С этой позицией мы согласны, мы ее поддерживаем. И потом следует еще большой перечень позиций по лечению. Я их не буду здесь рассказывать. Я выделила еще две позиции, представила, для ознакомления, чтобы потом в процессе, когда мы будем обсуждать конкретные клинические примеры, было понятно, с чем мы согласны, а с чем мы не согласны. Вот с этими рекомендациями. Ну вот, в частности, рекомендация 38. Здесь рекомендуется продлевать курс антибиотиков. Хочу еще раз напомнить, что это касается и взрослых, и детей. Поэтому здесь предлагается, что когда произошла элиминация возбудителя по данным микробиологического исследования, с этого момента еще продолжать лечение антибактериальными препаратами 12 месяцев. Мы с этой позицией не согласны. Считаем, что это слишком долго, необоснованно, и очень много проблем с побочными реакциями. Поэтому все это на уровне обсуждения. И над этим еще предстоит много подумать и поработать. И еще одна рекомендация, с которой мы тоже не согласны, это рекомендация применять у пациентов, у которых сохраняется постоянное выделение нетуберкулезных микобактерий, долгосрочную сепрессивную терапию антибиотиками. То есть опыт наш институт сейчас очень... И у взрослых больных подробно изучает эту проблему микобактериоза уже последние лет 5-7. И бывают случаи, когда, несмотря на проводимое лечение, микобактерии нетуберкулезные высеваются год, два и три. То есть они постоянно присутствуют уже в жизни пациента. И тогда, если следовать этим рекомендациям, можно антибиотики получать пожизненно. И это такой вот тупиковый какой-то путь получать. Особенно если мы будем говорить о детях, то мы считаем, что это практически невозможно, чтобы ребенок 3 года, 5 лет без конца получал антибактериальные препараты. Поэтому это все тоже должно обдумываться, обобщаться какие-то результаты и приходить к какому-то мнению о длительности антибактериальной терапии в таких ситуациях. У нас опыт есть, но опыт тоже еще мы не можем сказать, что мы обладаем большим опытом введения пациентов в этой категории, именно детей. У взрослых это встречается чаще, у детей это встречается реже. Поэтому у нас есть позиция на сегодняшний день, которая основана на нашем небольшом опыте. Да, мы согласны, что лечение должно в идеальном варианте проводиться по интенсивной фазе и фазе продолжения, но все это тоже абсолютно на индивидуальных подходах. В интенсивную фазу может быть 3, может быть 4 препарата. Это зависит от распространенности процесса и наличия осложнений. Фаза продолжения может проводиться двумя-тремя препаратами. И длительность каждой из этих фаз тоже очень индивидуальна. И будет она зависеть от динамики процесса. И так же, как при туберкулезе, лечение может проводиться вообще без выделения фаз. Оно может проводиться тремя препаратами, например, на протяжении всего курса лечения. Из чего складывается этот индивидуальный режим при лечении микобактериозов? Прежде всего, конечно, это тесты на лекарственную чувствительность, которые мы получаем из нашей лаборатории. Мы оцениваем распространенность процесса. От наличия осложнений, никуда не деться от сопутствующих заболеваний, которые даже у детей встречаются в настоящее время часто. И патологии желудочно-кишечного тракта. И очень много аллергических реакций, которые не позволяют даже при желании и наличии в действительности микобактерий к антибиотикам собрать комбинацию из нужных препаратов. Мы вынуждены отказываться от этого. И существуют возрастные противопоказания для многих антибиотиков. И эти антибиотики приходится включать в схемы лечения, беря информированное согласие у родителей и законных представителей детей, сообщая им о том, что эти препараты в принципе не используются в этой возрастной группе до 18 лет, но мы их используем с формулировкой по жизненным показаниям. Такая ситуация. Часто приходится отказываться от антибактериальных препаратов из-за непереносимости конкретных антибиотиков. И вот это тоже очень большая проблема, потому что как тут говорить о каких-то стандартах, что в каких-то случаях необходим определенный набор только вот таких антибиотиков и никаких других. То есть все очень индивидуально. И вот наш опыт говорит именно об этом, что здесь надо все подбирать очень индивидуально. Ну и, конечно, на длительность самого лечения сказывается динамика процесса, мы ориентируемся на это. И сегодня, когда мы будем представлять пенические наблюдения, уже на конкретных примерах, все это будет показано. Ну вот, завершая вступление, хочу сказать, что да, действительно, очень много вопросов. И вот как говорил выдающийся французский микробиолог и химик Луи Пастер, будем собирать факты, чтобы появились идеи. Поэтому вот свое вступление я хочу на этом закончить. Если еще остались какие-то вопросы, готова на них ответить. Людмила Владимировна, то есть микобактериоз почти, как и туберкулез, лечится очень тяжело годами. И по сути, по характеру поражения легочного или внелегочного, то есть в основе точно такое же гранулематозное поражение. То есть с учетом такой широкой распространенности почвы, воздействия пищевых продуктов, то есть можно заразиться так же. То есть вы не говорили в основном о контактном пути. То есть в основном этот путь, вот меня поразило, что через землю по этому обрабатывать, то есть работа на участках должна быть в перчатках, тщательно мыть ее рук, потому что можно через почву заразиться. Когда мы говорим о туберкулезе, то это в основном сегодня мы понимаем, что это контактный путь передачи. А здесь насчет контактного ничего не сказали. Да, Илья Николаевна, просто я на все сразу не расскажешь. Это проблема, о которой можно говорить не один день. На сегодняшний день контактный путь передачи от человека к человеку, он под вопросом, так скажем. Какие-то единичные случаи в литературе описаны, семейного заражения при очень плотном контакте, но это не правило. Это скорее какой-то эксклюзив. И если при туберкулезе, да, в первую очередь это контакт с пациентом больным туберкулезом, то при нетуберкулезных микобактериях это макроорганизм, так скажем, должен быть готов к восприятию этой условно-патогенной флоры. Здоровый человек, работая с землей, плавая в водоеме, не заразится. Даже присутствие в нашем организме этих сапрофитных микобактерий не вызовет у нас заболевания. Мы можем спокойно и в саду заниматься, и дети могут спокойно играть, и плавать, и им это не угрожает, эти микобактерии. Можно я добавлю? Мне должны думать о больных. Муковисцидозом, онкология, гематоонкологическими заболеваниями, при ВИЧ-инфекции, при иммунодефицитах, то есть там, где организм имеет иммунологические нарушения. То есть для здорового человека это мало. Вот это очень важно. Елена Николаевна, я хотела бы добавить про муковисцидоз. Вот как раз для пациентов с муковисцидозом контакты, если есть такой вот, вообще контакты друг к другу, они ограничены. Они живут всегда в двух метрах друг от друга. Раньше было метр, сейчас два метра они должны подходить друг к другу. Но доказано, что именно только для пациентов с муковисцидозом, что микобактерии, вот нетуберкулезные, они могут передаваться. И в литературе это описано. Кроме того, нашим пациентам, в силу того, что они вот очень подвержены вот инфекции, синегнойной и вот развивание туберкулезной микобактерии, быстро к ним прилипают, так скажем. Им, они не посещают дождь, когда они ходят в бассейн. Им рекомендуется не пользоваться водоемами со стоячей водой. То есть вот группа муковисцидоза имеет особые рекомендации в плане того, чтобы не заражать друг друга и не заразиться в среде окружающей. Людмила Владимировна, а если говорить о распространенности микобактериоза в нашей стране и в Европе, где больше? Где больше изучают, там он больше и распространен, так скажем. Потому что сама диагностика как раз очень зависит от микробиологических лабораторий. Где они способны идентифицировать не пуберкулезные микобактерии, там их и выявляют. Ну и, конечно, от врачей, которые знают эту проблему. То есть если врач посылает, ищет, то он может найти. Да, и если лаборатория готова и оснащена самое главное оборудованием, есть специалисты, в нашей стране от региона к региону все разнится. То есть если мы будем изучать туберкулезные микобактерии, распространенность в московском регионе, здесь окажутся одни микобактерии. В Якутии другие, на Дальнем Востоке третьи. И если в регионе этой проблемой не занимаются, то ее и нет. Понятно. Ирина Ивановна, скажите, пожалуйста, а что чаще встречается у больных муковисцидозом? Туберкулез или нетуберкулезная микобактерия? Ирина Николаевна, очень хороший вопрос. И в свое время Николай Иванович Капранов этим вопросом был озадачен. И его докторантка в то время, это был 12-й, 10-й, 12-й год, они изучили, собрали всю информацию по стране. Они нашли на то время всего 7 пациентов с муковисцидозом, которые страдали туберкулезом легких. На сегодняшний день, судя по статистике, которую мы имеем по национальному регистру, все-таки наши пациенты, и по данным литературы, больше склонны к нетуберкулезным микобактериям, чем к туберкулезу. Но вот это очень важно для педиатров, которые должны в этих случаях использовать, то есть искать нетуберкулезные микобактерии. Людмила Владимировна, скажите, а какие препараты применяются для лечения, вот какие группы антибиотиков, те же самые, которым лечит туберкулез? Ну, не всегда. Вот все основано на лабораторных данных, на тестах, на лекарственные участвительности. Поэтому здесь абсолютно индивидуальный подход. Есть препараты, которые чаще используются, это группа аминогликозидов, уже амикоцин, есть антибиотики широкого спектра действия, но вот здесь идет ориентир у каждого конкретного пациента на то, что выдаст в лабораторию. И из этих препаратов и формируется схема. Но амикоцин же всего 7 дней, иначе оглохнет. Вот мы покажем вам примеры с применением антибиотиков. Наверное, мы вас удивим подходами к лечению, и для педиатров это будет звучать страшно, конечно. Использование длительное таких сложных антибиотиков, это очень-очень сложно. Мы покажем, как мы это делаем. Хорошо. Коллеги, посмотрите, я не знаю, как из чата здесь посмотреть вопросы. Давайте мы сразу по этому... Нет, здесь в основном вопрос слышно, не слышно. Хорошо тогда, пожалуйста. Елена Ивановна Кондратьева, заведующая отделом муковисцидоза, медико-генетического научного центра имени Академика Бачкова, руководит центром муковисцидоза, который российский и московский область. Пожалуйста. Спасибо, Ирина Николаевна. Уважаемые коллеги, я начну рассказ о первой пациентке, которой был поставлен данный диагноз в детском возрасте. И эта пациентка, интересно, вообще будет по нескольким аспектам. И первый из них в том, что ей был поздно установлен диагноз. Она проживает и проживала в городе Москве. И диагноз был уже установлен в 13 лет на основе данных анамнезы характерного клинического, в общем-то, течения заболевания. Она все время росла с дефицитом роста и веса. С 4 лет ее беспокоила кашель. И вот в возрасте 13 лет, в последние 4 месяца, перед тем, как был поставлен диагноз, подъемы температуры, усиление кашля. Обычный снимок рентгенологический показал двустороннюю пневмонию. И три курса антибактериальной терапии были слабоэффективны. Было сделано КТ органов грудной клетки. Обнаружены множественные цилиндрические бронхоэктазы. Исследование придаточных пазук носа, признаки пансинусита, это характерный признак муковисцидоза. И на тот момент функция легких была неплохая, 86-88. Девочке была проведена потовая проба. И она показала пограничные результаты 71-75. И генетическое исследование полностью подтвердило диагноз. Она имеет две патогенных мутации. Лена Ивановна, давайте остановимся, вернемся к предыдущему слайду. Скажите, пожалуйста, в каком году у нас скрининг официальным стал? Скрининг у нас в Москве с 6-го года, а с 2007-го по стране. А девочка родилась, соответственно, раньше этого скрининга, и поэтому она не попала. То есть ребенок не был поставлен в диагноз. И здесь вина педиатра о том, что дефицит массы и роста не обращено внимания. И вот этот длительный кашель, то есть в этом периоде раннего детства нужно было исключать муковисцидоз. Только, получается, в 13-летнем возрасте был поставлен диагноз. То есть сегодня, конечно, проще благодаря скринингу. Но мы всегда говорим, что иногда бывают случаи, когда либо по каким-то причинам не сделан скрининг. Это в основном дети-мигрантов, которые неизвестно где родились или быстро были выписаны. И скрининг не успели сделать. Либо это какие-то варианты, когда скрининг. Бывает, что скрининг врет? Ну вот мы обсуждали на предыдущем разборе. Бывают ложно-отрицательные результаты. И 5% по нашей стране, вот наш центр прицельно этим занимался, все-таки имеется ложно-отрицательных. Поэтому осторожность у педиатра должна быть все равно кашель. И самое главное, в сочетании с дефицитом массы и роста. Здесь не представлены проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. Была кишечная форма, была стеатарея? Вот у этой девочки не было. Она носительница от мутации мягкой 3849 плюс десятая килобаза С на Т, которая характеризуется сохранной функцией поджелудочной железы. Поэтому вообще эта мутация имеет свои особенности. Она достаточно частая у нас в стране. И доказано, что имеется небольшое количество. Это мутация сплайсинговая. Вот эти транскрипты сплайсинговые, они сохраняют функцию еще, свою активность в плане синтеза белка CFTR, который является хлорным каналом. И поэтому многие пациенты, вот мы демонстрировали эти случаи, и вот сейчас вы видите пограничные значения потовой пробы. А у некоторых нормальные. Бывают вот сложности в диагностике, потому что потовая проба у нас золотой стандарт, а тут или пограничные, или нормальные. Ну вот подобные мутации умер, по-моему, в прошлом году мужчина в нашей стране 64 года, который страдал муковиспедозом. В 68 он даже умер. Это самый был старый пациент, да, по возрасту. И была самая легкая мутация. Да, вот мягкие мутации, они дают большие возможности в плане продолжительности жизни. Спасибо. Что касается этой девочки, то сразу, когда мы с ней познакомились на момент установки диагноза, мы видим, у нее была неплохая функция легких, но при этом отмечались изменения со стороны крови, которые длительно оставались в виде лейкоцитоза, в виде ускоренной СОЭ, хрипов в нижних отделах. И на КТ, как я сказала, были уже выявлены сразу же при установке диагноза множество бронхоэктазов и лимфоаденопатия, что, в общем-то, тоже характерно для микобактериоза. Это и описано в литературе, хотя вот сейчас в таких вот критериях она не вынесена, но она везде описана. В дальнейшем, вот с 10 по 12 месяц у девочки периодически лихорадка. У нее остается, несмотря на назначенную терапию базисную, антибиотики, сохраняются повышенные лейкоциты, увеличивается в динамике СОЭ, ребенок госпитализируется в Морозовскую больницу, она получает сразу два антибактериальных препарата без эффекта и переводится в российскую детскую клиническую больницу, где терапия цифтозидимом и мекоцином меняется на миронембру, ламицин, и встает вопрос, у ребенка нет ли здесь и грибковой инфекции, какой-то эффект получает на вифенде, она продолжает получать орунгал и назначается преднизолон, потому что ребенок не ест, выраженная интоксикация и на фоне преднизолона отмечается повышение гликемии выше 11 уже миллимоль на лит, остается вопрос о сахарном диабете. В это время исключается туберкулез параллельно и отмечается отрицательная динамика за три месяца в отношении данных КТ, увеличения очагов инфильтрации, и также сохраняется лимфоаденопатия. В дальнейшем у ребенка уже месяц январь-апрель 2013 года склонность к снижению сатурации, ребенок сохраняет высокие показатели соя, лихорадка, опять госпитализация в РДКБ, высевается кандидальбикус, пытаются с грибковым поражением связать это, потому что флора, которая высевается из мокроты, она не соответствует по своему характеру вот этой тяжести поражения, эпизодам лихорадки. Она продолжает получать антибиотики, вы их видите, преднизолон, и к марту-июню ситуация в принципе не меняется. Она опять в РДКБ дважды поступает, стриптокопус пневмония здесь есть, кандида опять проводится терапия, вы видите, различными антибиотиками, попытка использовать амфотерицин арунгал, с учетом того, что есть подозрение на грибковую инфекцию, она получала метрогилл с учетом того, что была высевана привателла, и тогда в то время появились первые публикации об роли анаэробной флоре, возможной как вот причина такого рецидивирующего течения бронхолегочного процесса при муковисцидозе, и эффекта от этого не было. Родители настаивают на том, чтобы преднизолон не отменяли, на нем они считают ребенок лучше, посев на микобактерии туберкулезные приходят отрицательные, и в общем-то ситуация выглядит очень плачевно. В то время изменения в легких мы видим с двух сторон, более сохранные верхушки легких, и как бронхоэктазы, множественные очаги фиброза, так и инфильтративные повсеместные изменения разной величины, протяженности, сливающиеся, единичные. В общем, вот такая вот картина была у ребенка, и, конечно, продолжали искать причину, которая может вызывать вот такое тяжелое поражение легких. Ребенок был обследован и в лаборатории Московского центра борьбы с туберкулезом, и подбиралась терапия, исходя из ее чувствительности антимикотиков, вот штамма кандида альбикус, которая выделялась, хотя вот на сегодняшний день, по прошедству времени, мы понимаем, что кандида не является тем возбудителем, и аспергиллез дает только такие вот серьезные поражения при муковисцидозе, но на то время нам нужна была зацепка, и, конечно, антимикотическая терапия была с учетом массивности всей полученной ребенком антибактериальной терапии назначенной, два курса ампатерицина и длительный арунгал, консультации повторно афтезиатра, иммунолога для исключения патологии какого-то иммунодефицита. К июню-августа 2013 года опять сохраняется высокое соя, сатурация 95, высевается клепсиела, который, в общем-то, не тот опять патоген, который бы опять проводится антимикотическая терапия, агментин, тавагик, миранем, то есть вот уже такая серьезная терапия в больших дозировках, как положено при муковисцидозе, курсами по 2-3 недели, контроль идет за мантудия, скин-тест проводится, к августу опять отрицательная динамика, опять увеличение очагов инфильтрации, несмотря на проводимую терапию, функция легких, если в начале при постановке диагноза была 80 с лишним процентов, то здесь по ВВФ-1 уже 63 процента, и опять лихорадка, опять высокое соя, и вот здесь пришла мысль, я вспоминаю город Томск, и где когда-то впервые в 2006 году я была случайно свидетельницей диагностики первого случая микобактериоза у пациентки взрослой с муковисцидозом, это была первая пациентка в Томской области взрослая, она была аспиранткой медуниверситета, и случайно, и как так получилось, что шли клинические исследования эфтезиатров, ее мокроту отправили в Америку, и пришел результат, что это нетуберкулезные микобактерии, и тогда Николай Иванович помог мне связаться с Амелиной Львовной, она расписала лечение, это терапия на 4 недели антибиотиками, в таких дозах, что это немыслимо для нас, это просто граммы-килограммы, и тогда вот эту пациентку, чтобы стабилизировать ее состояние, вместе с ней она была единственная, ходила к нашему руководителю департамента здравоохранения, мы договорились, она лежала последовательно в трех лечебных учреждениях, чтобы ей могли провести внутривенную терапию, потому что для учреждения это очень дорого. Вот, я вспоминаю эту девочку, и подумала, и тут литература, соответственно, мы все время читаем, ищем какую-то причину, и лечь, в общем-то, пошла не туберкулезная, здесь микобактерии играют роль. И тогда я обратилась вот к Черноусовой Ларисе Николаевне, это вот в ту лабораторию, о которой говорила Людмила Владимировна, и вот все эти годы вместе с Ларионовой Еленой Евгеньевной мы работаем, они нам помогают диагностировать не туберкулезные микобактерии. И вот у девочки была выселена микобактерия Апцессус комплекс, и дальше уже мы ее вели вместе с отделением подростковым Института в тезиатрии с Еленой Сергеевной Овсянкиной и с Людмилой Владимировной. И я им предоставляю сейчас слово. Сняли? Диабет сняли у нее? Диабет при отмене преднизолона гликемия нормализовалась, но я об этом еще вот сейчас после Людмилы Владимировны вернусь. Но назначение любого энтерального питания вызывало, оно же высококалорийное, с содержанием в то время не было еще специализированного питания высококалорийного для диабетика в то время в России. И это сейчас оно есть. И оно в это назначение специализированного питания вызывало подъемы гликемии. А у ребенка в связи с назначенным лечением, о котором сейчас скажут, были большие проблемы с весом и тошнота, рвота, конечно, тут тоже были ограничены. Трегенный фактор. Да, да. Скажите, пожалуйста, а та томская девушка жива? Ну, она долго достаточно прожила, сейчас она не жива. Людмила Владимировна, пожалуйста. Я продолжаю, да? Видно демонстрацию? Я немножечко еще делаю такое отступление про эту пациентку, что это был наш действительно первый совместный опыт с центром муковисцидоза по поведению пациентов с микобактериозом. И поэтому вот очень возникали большие сложности. И что еще следует сказать, что вот до введения скрининга муковисцидоз входил в линейку заболеваний дифференциальной диагностики при туберкулезе. То есть диагнозы муковисцидоза впервые мы ставили здесь у нас в отделении детям и подросткам, когда они поступали в наше отделение с подозрением на туберкулез. И в итоге, проводя обследование, диагноз туберкулеза мы снимали, и дети выписывались от нас с диагнозом муковисцидоз. То есть здесь вот такие сложные перипетии в диагностике. А когда к этому еще примешивается или туберкулез, или микобактериоз, то ситуация вообще для дифференциальной диагностики и для лечения становится очень сложной. Вернемся к нашей пациентке. Девочка к нам поступила 26 августа, это был 13-й год, и находилась в целом у нас она на лечении 6 месяцев. Но надо сказать, вот о этих проблемах Елена Ивановна говорила, что значит принять пациента с муковисцидозом в противотуберкулезный стационар, где есть бациллярные больные. Эта угроза помимо микобактериоза и нетуберкулезных микобактерий, этот пациент обязательно получит себе еще нашу туберкулезную микобактерию, и все пойдет вообще тогда по неизвестному сценарию. Поэтому мы на свой страх и риск госпитализировали эту пациентку в бокс на очень короткий период, чтобы подобрать какую-то начальную ей химиотерапию антибактериальную, понаблюдать, как она все это будет переносить, и очень быстро перевели ее на амбулаторное лечение и постоянно были на телефонах. То есть это происходило очень-очень сложно и напряженно. Поступила она к нам из центра муковисцидоза, была направлена, и здесь вот эта первая пациентка, и тогда вопрос шел о том, что это за такие прогрессирующие воспалительные изменения в легких. Это туберкулез или это не туберкулез? И вот с этим как раз и предстояло разобраться. Чтобы развести в сторону туберкулезные и нетуберкулезные микобактерии, здесь очень важно грамотно собрать анамнез. И вот прежде всего о том, о чем мы уже говорили, то есть контакт с больным туберкулезом, это речь идет о детях, семье, ближайшее окружение. Есть больные туберкулезом? Нет больных туберкулезом? Об этом обязательно надо спрашивать и у родителей, и у ребенка, круг общения, школы, кружки, везде. То есть надо исключить информацию о наличии источника инфекции в плане туберкулеза. Собрать сведения о вакцинации. Была ли введена в роддоме вакцина БЦЖ? Насколько напряженный иммунитет имеется у пациента? Сведения о туберкулиновых пробах? Это на тот момент, сейчас у детей старше семи лет проводятся пробы с аллергеном туберкулезным рекомендантным. То есть сведения об этих пробах обязательны. Необходимо собирать такую информацию, как реагирует на диаскинг-тест ребенок. Все это было в этом случае собрано. И мы видим, что реакция на пробу Монту была в районе 5-6 миллиметров папула. И не было гиперергической реакции, не было отмечено нарастание. То есть была монотонная реакция на пробу Монту. Но это на тот период. А пробы Монту совершенно не работают при микобактериозе? Она не реагирует. То есть не реагирует? Не реагирует. Ни диаскинг-тест тоже не реагирует? Это проблематично. Это еще никто не изучил. Вот как при микобактериозах, чтобы собрать такую информацию, такой информации пока нет. Как работает диаскинг-тест при туберкулезе, мы уже знаем. А вот как при микобактериозах, может и будет он положительным в какой-то ситуации, не могу сказать. У нас пока ответа на этот вопрос нет. Но в любом случае все эти пробы вы делаете. Обязательно. Елена Ивановна представила подробный анамнез. Я единственное, что здесь хочу сделать, такие акценты небольшие расставить, на что нужно обращать внимание у этих пациентов, когда речь идет о прогрессирующем течении воспалительного заболевания в легких. Что должно насторожить в том плане, что вот это не специфическая флора, многочисленные смены антибиотиков, большие дозировки. А у пациентки с декабря 2012 года отмечено два случая полисегментарной пневмонии, и там изучена вся флора, и грибковая, и не специфическая, любая. Но эффекта антибактериальной терапии никакого нет. И за время вот этот год динамического наблюдения, то есть мы видели, Елена Ивановна представила, это уже называлось автопаникой. То есть любые антибиотики менялись постоянно, увеличивались дозировки. Все было очень сложно. И только мысль Елены Ивановны о том, что надо поискать здесь нетуберкулезные микобактерии, вот привела к тому, что пациенту направили ее анализы в нашу лабораторию. Здесь я представила тоже рентгенологические сканы компьютерной томографии. В сравнении здесь видно, это январь 2013 года. То есть здесь показано, насколько быстро прогрессировала воспалительная реакция в легких двух сторон. Все это нарастало, и, конечно, с таким ребенком было очень сложно, потому что вы назначаете антибиотики одни, другие, не видите эффекта, пытаетесь выявить возбудителя, и вообще нет понимания, что же происходит. А ситуация такая, что и клинический ребенок ухудшается, и рентгенологически нет никакой динамики, а только все ухудшается. Вот это как раз должно все в совокупности привести на мысль о том, что, возможно, здесь надо поискать нетуберкулезные или туберкулезные микобактерии, то есть уйти в сторону от неспецифического поражения. Когда девочка к нам поступила, у нее, конечно, состояние было средней степени тяжести, очень много отходило гнойной мокроты, она все время ходила с плевкой, я это вот хорошо помню, их было, конечно, очень впечатляюще. Гнойная мокрота просто, особенно по утрам, из нее выходило в большом количестве. Держалась температура, была выраженная слабость. И что еще обращало внимание, конечно, это при осмотре, мы видели вот эти классические симптомы пациентов с хроническим заболеванием легких, то есть у девочки все было и часовые стекла, и барабанные палочки, все это присутствовало. Аускультативная картина, конечно, была тоже впечатляющая. Здесь выслушивались всевозможные разнокалиберные влажные хрипы и крепитация. В силу такого большого объема поражений легких, конечно, была и тахикардия до 90 ударов в минуту. В клиническом анализе крови... Людмила Владимировна, можно вас перебью немножечко? Я хотела вот докторам акцент сделать, что во всех вот американских, европейских консенсусных документах описан один симптом. Непроизвольное отхождение большого количества мокроты у пациентов с микобактериозом. И вот у этой девочки как раз вот это наблюдалось и очень красочно описала Людмила Владимировна. Вот такой даже вот есть критерии, как быть, когда мокроты много диагностически, что делать, и когда ее мало. Спасибо, извините. Здесь было очень много. Это впечатляло. И кашля наблюдалось. По утрам, да, и кашляли. Вот это вот при небольшом кашле полным ртом... Обязательно при кашле, да. Кройная мокрота с утра вот она встает и сразу вот это вот все начинает отходить. В клиническом анализе крови, конечно, обращал бы себя внимание выраженные воспалительные изменения. То есть и стоя высокая 82-эликоцитоз и палочка ядерный сбит до 20%. Вот здесь ниже представлено микробиологическое исследование образцов мокроты, которые взяли у пациентки. Конечно, вот когда мы получаем метод облюминисцентной микроскопии, анализ, если только нам проведет лаборатория, вот мы здесь видим, что обнаружены КУМ в большом количестве. Но эта аббревиатура КУМ это кислокоустойчивые микобактерии, не говорящие нам об идентификации. Такой результат мы можем получить, если это и туберкулезные, и нетуберкулезные микобактерии. И только последующая полимеразно-цепная реакция может нам дать ответ. ДНК какой микобактерии обнаружили при лимнисцентной микроскопии? Она туберкулезная или нетуберкулезная? Вот в этом весь смысл и уровень микробиологической лаборатории, способный дать ответ на поставленные клиницистами вопросы. С чем мы имеем дело? И, конечно, в последующем получение роста культуры. В данном случае мы получили рост микобактериум хилуны абсцет. И через две недели после получения посева мы получаем результаты чувствительности этих микобактерий к спектру антибиотиков. И в данном случае нам определили, вот мы видим, чувствительность к химикенему, амикоцину, клавитромицину и амоксицелину. В чем сложность? Мы когда теоретическую часть рассматривали микобактериозов, микобактериозов. Вот у больных микобисцидозом помимо нетуберкулезных микобактерий параллельно мы всегда даже у больных туберкулезом даем мокроту, если ее особенно много, на неспецифическую микрофлору. И вот в данном случае мы видим, что помимо нетуберкулезных микобактерий высевается и неспецифическая хлора, в частности, и стриптококки, и стафилококки, и еще параллельно И грибы тоже присутствуют в значимом количестве, и вот в этой ситуации разобраться, кто ведущую роль воспалениями играет, бывает очень сложно. Здесь также представлены еще раз данные о пробе МАНТУ, это мы уже проводили у себя в отделении, тоже 6 мм плоская бледная папула, что не характерно для туберкулеза, что помогает тоже отвергнуть диагноз, и параллельно в это время уже тоже мы использовали активный аллерген туберкулезный рекомбинантный, он отрицательный. То есть вот совокупность низкой чувствительности к туберкулину и отрицательная реакция на аллерген туберкулезный рекомбинантный, тоже, даже если бы, например, у нас не было лабораторной службы, которая бы нам идентифицировала микобактерии, навела бы нас на мысль, что, возможно, воспаление вызвано нетуберкулезными микобактериями. Отмечалось, Елена Ивановна это уже показывала, снижение вентиляционной способности легких и тахикардия. В итоге, суммируя все клинические данные, лабораторные, у нас в отделении был поставлен диагноз микобактериоз легких, вызванный микобактерией ретилона абсцесса, муковистидоз, хронический обструктивный гнойный бронхит и обострение бронхилёгочного процесса по смешанному типу, вызванного с трептококками, с цифилококками и кандидой. Теперь перейдем к очень сложному разделу. Это лечение микобактериозов. Мы представили свой опыт. И вот говоря о стандартах, сейчас попытаемся предсказать, насколько возможно использовать эти стандарты. Начали мы лечение по интенсивной фазе, подобрав препараты с учетом, через 14 дней, когда мы получили результаты теста на лекарственную чувствительность, мы сформировали схему из трех препаратов. Рифобутин, амикоцин и плацид, добавив глюконозол для лечения кандидоза и начали это лечение. На этой комбинации пациентка находилась 60 дней. И вот к вопросу о назначении амикоцина. Амикоцин у пациентов с туберкулезом мы применяем в интенсивную фазу стандартно в течение двух-трех месяцев. То есть, естественно, очень важен контроль остроты слуха. С этого мы начинаем, когда назначаем аминогликозиды. И это в процессе лечения мы постоянно контролируем. Потому что бывают случаи, когда из регионов поступают к нам на лечение дети уже в глухотой. К сожалению, глухота наступает необратимая. И если вот этот вопрос постоянно не контролировать, то можно получить снижение слуха и полную его потерю. Но вот наша практика по лечению туберкулеза позволила нам в этой ситуации тоже назначить амикоцин сроком на 60 дней. И контролируя остроту слуха, мы успешно справились с этой задачей длительного назначения аминогликозиды. Но от амикоцина мы бы, возможно, продолжили лечение и больше двух месяцев. Как мы используем его при туберкулезе до трех. Но помимо ототоксического действия, аминогликозиды очень часто вызывают аллергические реакции. Что в нашей ситуации здесь и произошло. И мы вынуждены были через два месяца отказаться от амикоцина. Потому что здесь были клинические проявления аллергии, кожные высыпания. И это потребовало, конечно, отмены. А как часто кластридиоз у вас встречается? Антибиотика, ассоциированное повреждение кишечника. На этот вопрос, ну, такого мы не встречали в своей практике, чтобы это было ассоциировано с назначением антибиотикотерапии. То есть у нас, у больных с туберкулезом вот таких... А что, у них поносов не бывает? Вы их тестируете на токсины АЭБ-класс срединых? Чтобы чаще всего у нас с антибиотикотерапией это не связано. У нас больше проблем с антибиотиками, именно с аллергическими проявлениями и с влиянием на кровь. Гемотоксические реакции в последнее время мы видим чаще. Нарушений со стороны желудочного тракта при применении антибиотиков меньше. У нас чаще эти проблемы возникают с противотуберкулезными препаратами, такими как ПАСК и протиономид. Мы при применении этих препаратов наиболее часто видим тошноту, даже рвоту, нарушения стула какие-то. А вот при применении амикоцина мы с такими ситуациями не сталкивались. Рифобутин – это рифампицин? Это эта группа, да. А красная моча и окрашенный кал? У какого процента? Это оранжевый. Да, оранжевого цвета при приеме рифампицина, да. И об этом пациентам надо предупреждать, чтобы они не пугались. То есть это присутствует, окраска. Вот возвращаясь к нашему лечению, нам пришлось уйти от амикоцина, хотя была к нему чувствительность, и был препарат достаточно эффективный, и очень жалко было от него отказываться. Поэтому ушли от амикоцина, и пришлось нам заменить амикоцин на аугаментин с учетом тоже чувствительности нетуберкулезных микобактерий. И проводя в последующем тестирование мокроты тоже на неспецифическую микрофлору, мы обнаружили и к випсиелу сливной рост с определением ее чувствительности к пефлоксоцину и доксициклину. Параллельно идет лечение, вот в этом сложность, нескольких инфекций у больных муковисцидозом. И вот эта частая смена антибиотиков, мы здесь видим балансирование буквально 7 дней, одна комбинация. Вот здесь как раз у нас случился жидкий стул на абактал, и пришлось от него отказаться, от пефлоксоцина. Здесь уже никакой коррекции, эта побочная реакция не подлежит, это невозможно сделать, пришлось от этого антибиотика отказаться. И в последующем в схему лечения был по поводу клеопсиелы назначен доксициклин. На этой комбинации произошло нивелирование клеопсиелы, то есть роста никакой микрофлоры. Это редкий такой анализ для больных муковисцидозом, когда вы получаете посев маккротты, в котором никто не растет, так скажем. И вот в нашей ситуации это случилось, поэтому доксициклин мы отменили и продолжили лечение рефобутином и клеопсидом. Это уже была фаза продолжения, поэтому здесь можно было спокойно использовать два препарата. Но в последующем неспецифическая микрофлора все равно присоединяется, и здесь необходима коррекция антибиотиками, постоянный контроль. Здесь на этом этапе должен был быть диагноз антибиотик, ассоцированный от диареи, поскольку на сегодняшний день 6 возбудителей под влиянием антибиотиков вырабатывают токсины. Почему мы обсуждаем клостридиоз? Потому что он чаще всего и есть тест-система для обнаружения токсинов. Поэтому помимо клостридиум дефиццеля вызывают клостриди перфринкенс, клепсиелокситока, поэтому, возможно, это был вариант сальмонелла, стафилококко-ауреус и кандидальбиканс. Поэтому 100%, то есть вы это связывали, просто не называли антибиотикоассоцированным поражением кишечника. Да, это всё правомерно. Скажите, пожалуйста, даёте вы на такой комбинации антибиотиков пробиотики? Мы использовали пробиотики, но, к сожалению, дозировки антибиотиков, которые даются, их комбинации, они не позволяют без отмены антибиотика, конкретно вызвавшего диарею, справиться с этим состоянием. Они не предотвращают, вот просто в таком количестве антибиотики собраны, что справиться с проявлениями непереносимости возможно только ахмениф. Ну, может быть, с самого начала надо проводить профилактику, потому что сегодня доказано, что через три часа после применения препарата можно вводить пробиотик. Поэтому с первого дня, то есть в стандарты лечения международные входят лактобацилли и GG, то есть не все пробиотики подряд, а те, которые содержат LGG, у них доказательная база сегодня близка к 1B. Доказательная база, которые были сахаромицеты рода Буларди, но из доклада Ханиша Аевская, которая у нас была 8 октября 2018 года, семена 2019 года, он висит у нас на сайте edupediatrics.com, она сказала, что сегодня сахаромицеты слетели на третий уровень доказательности, ну и при наличии, скажем, эмологической дисфункции я бы не советовала вам сахаромицеты, потому что по ним были случаи, когда пациенты реализовывали сепсис. Ну, правда, при попадании в отделение реанимации и так далее. Поэтому лактобацилли и GG, любые пробиотики, которые содержат этот штамм, надо принимать, ну, буквально можно начинать до назначения антибиотиков и непрерывно, потому что, да, вот первые две схемы, которые вы показали, там препараты не номер один. Вот можно вернуться к антибиотикам? По реализации антибиотик ассоцированного поражения. Вот там, где пошёл Абактау, вот здесь вот, смотрите, то есть рифампицин и мипенем, амикоцин и флюконозол не стоят на первых местах. Вот больше всего это аугметин с этого начинается и вторхиналоны. Поэтому, по сути, у вас, может быть, вот и здесь началась диарея с Абактау, потому что фаоспорины, простите, вторхиналоны, они занимают одно из первых мест. Если бы вы, не дай бог, применили бы клиндомицин для своих больных, то клиндомицин, каждый пятый больной реализует вообще псевдомембранозный колит, то есть 21%. Сейчас, к сожалению, клиндомицин входит обратно в нашу жизнь, потому что он появился в 1976 году, и его перестали применять, потому что каждый пятый настоящий псевдомембранозный колит вызвал. Но, к сожалению, в клинические рекомендации он сейчас попадает, потому что он остаётся эффективным, его не применяли, к нему чувствительно флора. Поэтому вот это самый опасный препарат для вас, если он где-то имеет ниши для возможности применения. Поэтому больше всего ожидайте антибиотикасырованного поражения при назначении вторхиналонов и на втором месте защищённые пенициллины. Ну и пенициллина вообще. Ирина Николаевна, хочу сказать про вторхиналоны. Вторхиналоны в лечении больных именно детей куберкулёзом у нас в практике с 2000 года. Начинали мы очень, конечно, робко их применять, потому что они до сих пор официально не разрешены у детей до 18 лет. И мы начинали с двух недель, потом постепенно, в силу необходимости, увеличивали этот период до месяца, до трёх. В настоящее время у самой сложной категории наших пациентов, так называемый туберкулёз, с множественной и широкой лекарственной устойчивостью микобактерии туберкулёза, вторхиналоны присутствуют в схемах в течение 12, а иногда и 18 месяцев. И надо сказать, что вот вторхиналоны, которые мы применяем, это левофлоксацин, моксифлоксацин и спарфлоксацин, вот именно побочных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта мы не видим, как это может показаться. Не странно за такой период длительной приёма детьми. А вторхиналоны нас больше беспокоят со стороны вот тоже аллергических реакций или угнетения кроветворения. Но здесь ещё, конечно, тоже вопрос стоит, оригинальные препараты или дженерики. Когда мы применяем оригинальные препараты, переносимость хорошая. Как только мы переходим на антибиотики дженерики, тут, к сожалению... То есть не частота субстанции, наличие вспомогательных вещей? Это, на сегодняшний день, это самый острый у нас вопрос. Переносимость именно за счёт качества антибактериальных препаратов. Людмила Владимировна, скажите, а полюбили вы витамин D для ваших больных? Пока не полюбили. Давайте что-то сделаем вместе, чтобы вы полюбили. Потому что обязательно с антимикробными пептидами, потому что старые данные о том, что калицидин вместе с витамином D – а для вас антимикробные пептиды очень важны – разрушают микобактерию туберкулеза. По литературе мы... Ивана Ивановна уже полюбила витамин D, провела потрясающие исследования по Московской области и так далее. Я уже давно и с Валентиной Александровной обсуждала эти, возможно, совместные исследования, потому что это принесёт пользу прежде всего больным туберкулёзам. Мы с удовольствием будем с вами сотрудничать, потому что опыта такого применения в клинике витамина D у нас нет. Это дело очень тонкое, и здесь, конечно, сотрудничество с педиатрами, которые обладают опытом по назначению витамина D – это первостепенно. То есть сами мы пока таких не планировали. Поэтому мы с удовольствием с вами свяжемся. Потому что вашим больным будет абсолютно чётко лучше, если уровень витамина D будет у них выше 50 нанограмм на миллилитр. То есть в интервале от 50 до 90 – это оптимум для того, чтобы максимально работали антимикробные пептиды, коцелетидин и бета-дефинзин. Это очень интересно. Мы будем хорошо подпадывать. Поддерживаю Ирию Николаевну в этом плане. Я только единственное для докторов хочу сказать, что респираторные вторхиналоны при муковицидозе в сочетании с неруберкулезным микобактериозом и в сочетании с синегнойной инфекцией являются особенно при синегнойном основным и единственным препаратом, который есть таблетированный и которым пользуются наши пациенты. Вторхиналоны разрешены с трёх лет, и мы вынуждены использовать их. И все, кто имеет синегнойную инфекцию, лечение лёгких обострений на фоне респираторных заболеваний и профилактика обострений проходит только вторхиналонами. У нас нет другого препарата. И, конечно, из осложнений, если говорить, мы больше видим поражение суставов. И вот у этой девочки... Все-таки это недодумано, что вторхиналоны, тогда говорили о том, что на крысах они воздействуют на хрящевую ткань. То есть этот факт имеет место быть, потому что всё время говорили о том, что это придумано, только на крысах доказано. То есть вы это видите? Да, мы вот и видим. Это огромная проблема, потому что больше лечить, и я покажу дальше, какие были сложности с введением этого ребёнка, нечем. Спасибо большое, потому что это очень важно. И мы счастливы, что педиатры до сих пор не используют направо и налево вторхиналоны. Вот это ограничение. Да, понятно, что ваши больные в них нуждаются, но для рутинной практики педиатры из-за боязни побочных явлений до сих пор не начали их лечить. Спасибо дальше. Мы тоже, вот ещё раз, про вторхиналоны к ним вернёмся. Выступая на разных симпозиумах, просим педиатров активно не использовать антибиотики группы вторхиналонов, ещё с той точки зрения, чтобы не вырабатывать устойчивость флоры к этой группе препаратов, потому что такое бездумное их применение, когда есть другие группы антибиотиков. Антибиотики... Десять лет назад было бездумные рекомендации появились по применению вторхиналонов во взрослой практике при банальных циститах и, к сожалению, были при бронхитах. И это привело, в общем-то, к потере чувствительности вторхиналонов. Поэтому, как говорится, из пушек по воробьям не бьют. Банальный цистит лечится великолепно препаратами фуранового вряда. Ну а бронхиты вообще антибиотиками не должны лечиться. А если используются, то идут макролиды, потому что вероятность мегаплазменной этиологии бронхита существует. Хорошо. Вернемся к нашей пациентке. И вот мы хотим представить здесь результаты лечения, которых нам удалось достигнуть за 6 месяцев нахождения под нашим наблюдением этой пациентки. То есть мы здесь видим значительную, быструю, положительную динамику в плане того, что температура снизилась буквально уже через 2 недели, она нормализовалась. Симптомы интоксикации исчезли через месяц. Хрипы в легких, безусловно, они сохранились, но влажные, вот эти разнокалиберные, множественные хрипы через месяц мы уже не выслушивали такой страшной картины, которая была при поступлении. Абацилирование мы называем это стойкое прекращение бактериовыделения, подтвержденное двумя образцами мокроты, взятыми с интервалами через месяц. То есть в этом случае уже через 2 недели мы видели конверсию мокроты, не высевались ни туберкулезные микобактерии, и в последующих, вот за весь период наблюдения в нашей клинике, мы больше не получили ни разу, ни одного положительного образца, что свидетельствовало о том, что то лечение, которое мы проводим, оно эффективно. И что касается рентгенологической динамики, то вот здесь представлены сканы, мы видим, что в сравнении с тем, что было в июле, на момент поступления уже в сентябре произошло значительное рассасывание воспалительных изменений с двух сторон. Безусловно, здесь мы видим расширенные, очищенные бронхи, они хорошо прослеживаются, здесь такие, они деформированные, много фиброза в легочной ткани, но тем не менее произошло очищение, и это тоже было подтверждением через 3 месяца, что мы на правильном пути, что воспалительная реакция уходит, и ребенку стало значительно лучше. При выписке от нас мы рекомендации дали и родителям, и Елене Ивановне, которая вела совместно с нами пациенту, что, конечно, нельзя быть уверенными, что воспаление, вызванное нетуберкулезными микобактериями, не вернется. Поэтому нужно постоянно иметь настороженность, и в случае, если будет опять прогрессирование воспалительного процесса, обязательно собирать образцы мокроты и отправлять их в нашу лабораторию на исследование на нетуберкулезные микобактерии. И тоже мы порекомендовали не терять бдительность в отношении и туберкулеза, поэтому у таких пациентов в настоящее время проведение диасхим-теста два раза в год будет служить такой подстраховкой для того, чтобы не пропустить и туберкулез у таких пациентов, что тоже имеет право быть. Поэтому сегодняшняя наша демонстрация нам как раз и показывает сложности и диагностики, и лечения таких пациентов в сочетании нетуберкулезных микобактерий с неспецифической микрофлорой. И еще раз говоря о клинических рекомендациях, которые на сегодняшний день существуют, очень сложно в реалиях жизни им следовать, потому что здесь ситуация меняется каждый день, и такие дети должны быть под контролем. И приходится выходить из ситуации, уже не следуя никаким клиническим рекомендациям, а только исходя из той ситуации, которая складывается, и тех данных, которые мы получаем в клинике по этому ребенку, по переносимости, по чувствительности. И мы благодарим всегда за сотрудничество всех специалистов и в нашем институте, и нашу лабораторию, и Центр муковисцидоза, потому что это ежедневные практически консультации всех специалистов, когда мы имеем дело с такими пациентами. И вот вопрос, который, возможно, я не знаю, мы сейчас его затронем или нет, или после того, как еще одного пациента разберем о том, где и как лечить этих пациентов, Елена Ивановна, как Ирина Николаевна. Людмила Владимировна, а бывают случаи сочетания туберкулеза и нетуберкулезной микробактериозы? Ну, слава богу, на сегодняшний день мы такого не видели, потому что как бы мы в этой ситуации действовали, вообще очень сложно сказать, но не было ни одного случая. Ну, то же самое, мощная антибиотикотерапия. Ну, а ребенок этот сейчас намного лучше ей? Сейчас Елена Ивановна расскажет. Мы получили девочку в феврале. С чем мы ее получили? Все равно есть кашель с вязкой мокроты, есть плохой аппетит, тошнота. Индекс массы 12 килограмм на метр квадратный, вес лобильный 25-26. И все это встает в вопрос... Дефицит массы выраженный. Да, как коррегировать этот дефицит массы? И как быть? Вот затронула этот вопрос как раз Людмила Владимировна, европейские рекомендации говорят еще 12 месяцев лечить. Вот отрицательный результат. А у нас дефицит веса, ребенок не ест, у ребенка фотодерматоз, выпадают волосы, тошнота. И встает вообще проблема, как быть? Только мы добавляем энтеральное питание, у нее до 15-16 гликемия, и мы вынуждены подкалывать короткий инсулин, чтобы снизить. То есть вообще вот была очень такая сложная ситуация. Функция при этом 58 еще снизилась, несмотря на то, что вот анализы крови нормализовались, ликоцитоз нормализовался. Мы ее получили, что хлипов нету, но при физической нагрузке возникает одышка, у нее нет пубертата, за год она выросла на 2 сантиметра, ей почти 15 лет, вы видите. И, конечно, мы понимаем, она получала очень много препаратов, которые вы сейчас обсуждали, как раз побочные действия, и амикоцина, и калоритромицина, и моксифлоксацина. То есть все это вызывало, она получала и мепинем, и рефобутин, которые, каждый из этих, имеет очень много проблем, и, конечно, действует и на вкусовые, вон, как калоритромицин, меняют вкусовые ощущения, и вообще вызывают тошноту, и, как мы говорили, диарею. Доксицелин потом был назначен, который вообще вызывает анорексию, увеличивает еще фотосенсибилизацию, и все это нужно контролировать. Мы же обсуждали и окулисты, и сурдологи, и кардиограмма обязательно, и биохимия, и гастроскопия. Ну, в общем, вот проблема, как быть, продолжать ли это лечение, которое настолько тяжело, если следовать европейским рекомендациям, вот при получении даже отрицательных, как сделать, вывести ребенка из тяжелого нутритивного дефицита, с задержкой роста полового развития, когда у нее речь идет о диабете, группа риска постепорозу она, ну, в общем, как быть с антибактериальной терапией, как быть с нутритивной, родители просят преднизолон, а преднизолон гликемии еще повышают, вот как быть, использовать, получается, инсулин, если мы даем энтеральное питание, много было вопросов, и мы обсуждали это и с отделением подростковым от института афтезиатрии, и у нас приехал тогда читать лекции профессор Тиденс из Нидерландов, это один из ведущих в европейских профессоров, который занимается муковисцидозом, и мы все все-таки согласились, что лучше антибактериальную терапию отменить этому ребенку, мы ее отменили. Мы скоррегировали у него к тому времени, проблемы с носом все равно оставались, пансинусит, нос не дышит, и мы впервые на этой девочке стали использовать в стране введение Дарназы Альфа не только через мундштук, но и через парисинус в пульсирующей подаче в полость носа, и чтобы заходила все это вот, эта аэрозоль в виде Дарназы Альфа в носовые пазухи, и это, несомненно, имело эффект. Вот с этой девочкой мы теперь... Мокроты также у нее много было? Нет, уже не так много, это был эффект, несомненная терапия, да. То есть Дарназа Альфа с целью разжижения мокроты? Разжижения мокроты, и она показана и при бронхоэктазах, которые сформированы были сразу, когда был установлен диагноз, и они прогрессировали. Вот этот год, пока мы искали, что является причиной вот такого, что поддерживает этот микробно-воспалительный процесс в легких, и, конечно, вот здесь она у нас... Вторая доза, она нам помогает и в плане бронхоэктазов, и в плане ее поражения около носовых пазух. Вот с этой девочкой мы стали... Она первая, кто начал использовать две дозы препарата в нашей стране. Вот сейчас уже 30% детей используют, но тогда она была первой. И тогда мы рассчитали с ним, какую калорийность пищи, как увеличить ребенку, или там кальшейк, или ресурс... А кальшейк разве есть у нас? Ну, в то время был, да. В то время он был доступен. Наши пациенты очень широко использовали... Расскажите, что такое кальшейк. Это концентрированное питание для пациентов, которые имеют нутритивный дефицит, гиперкалорийное. И я сейчас вот в одной упаковке... Сейчас вот здесь, не помню, мы расчет проводили. Вы видите, что в одной упаковке, если развести ее на молоке 4%, то мы можем получить... Почти 600 калорий. Ну, 1430 вместе с маслом, а так 1180 калорий из одной упаковки, разведенным на молоке. Скажите, пожалуйста, а есть указание, что этот кальшейк надо пить маленькими глотками, потому что высококалорийный продукт, он вызывает тошноту, а у нее и так есть тошнота. И, скорее всего, тошнота – это поражение 12-перстной кишки, и, скорее всего, это дооденальная гипертензия. А в ее положении после такой, ну, в хорошем смысле, зверской антибиотикотерапии, да, это, конечно, СИБР, синдром избыточного роста микробной флоры. Поэтому для того, чтобы перед тем, как с учетом тошноты, потому что вряд ли она этот кальшейк хорошо будет пить, потому что ее будет тошнить. Это абсолютно четко. гиперкалорийные продукты, особенно если пить быстро, вызывают тошноту. Я совершенно согласна с вами. Поэтому перед этим можно... Ирина Николаевна, это сиппинговое питание мелкими через трубочку, маленькими глоточками, длительно, и с учетом вот ее анамнеза, конечно, вы все верно говорите. Вот поэтому у нас был вопрос или кальшейк, или рисуй с файбер, или гастростому. Но рисуй с файбер есть хорошо. Да, мы обсуждали вот тоже, если три раза она будет принимать по одной бутылочке, это 1200 калорий. Тоже, в общем-то, хорошо. И по белку, и по жиру. И третий вариант, который предлагал нам профессор Тиденци, мы склонялись, это гастростомия, которая, в общем-то, позволит и контролировать гликемию, и при необходимости можно будет вот пентамин с инсулином на ночь использовать. Мы опять все рассчитали. И можно сочетать вот стому и с энтеральным питанием. Предложили вот различные варианты родителям. Или гастростому с ночным питанием, или только вот какое-то из энтерального питания, или сочетание стомы с дневным энтеральным питанием. Все рассчитали, с родителями провели беседу. Родители отказались от установления гастростомы. И мы остались на... В то время был... Вот, кстати, вы правильно сказали, ресурс файбер. Я его очень люблю. Он хорошей калорийности. Не полтора, там два грамма у него. На 100 миллилитров. Поэтому он очень в этом плане хорош. И мы ей назначили вот это гиперкалорийное питание с короткими подкорками инсулина. Куда было деваться на то время? И вот за два месяца масса тела увеличилась на 3 килограмма. В легких сохранялись единичные хрипы, стала хорошая сатурация. Вы видите, что все показатели, которые отражают воспаление, все в норме. И функция легких. Помните, 56 она выписывалась, несмотря на то, что эффект от терапии несомненный, но токсическое действие тоже было налицо. И вот функция легких 73. То есть у нас отметилась положительная динамика у этой девочки. В 15-м году у нее на фоне продолжавшейся положительной динамики, и мы даже ушли от инсулина, потом обострение вновь бронхолегочного процесса, она была госпитализирована в стационар, и оттуда принеслась и негнойную палочку. К сожалению, наши дети должны госпитализироваться в отдельный бокс с туалетом, со всеми, вот с ванной. И это особенность муковисцидоза, потому что они очень восприимчивы к больничной флоре, и началась другая эпопея в ее жизни. Вот был назначен тогда брометопт, бромицин. Она, к сожалению, на оригинальный препарат потеря голоса, снижение функций легких. В дальнейшем мы выяснили, подключили биродуал, может быть, легче будет брометоп переноситься, тахикардия, и в результате мы понимаем, что непереносимость и брометопа, и бронхолитиков, и ребенка перевели на постоянные ингаляции колистимитата натрия. То есть это колистин антибиотик? Да, это колистин, ингаляционный колистин постоянно, утром и вечером, и, естественно, во время обострений у нас единственный антибиотик, другого нету при синегнойной инфекции, это опять вторхиналон и цифрофлоксацин. К сожалению, она дала боли в суставах, и мы тогда опять исключали, уже боимся и системные патологии, УЗИ делали, отменили препарат, боли купировались. И ребенок, если говорить от времени выписки до июля 15-го года, то у нее, она хорошо прибавила в весе в росте, у нее начались месячные, и данные спирографии за год плюс 11%, но она все равно двухкратно, два раза в год нуждалась в проведении курсов внутривенной антисинегнойной терапии. И вы, вот, к сожалению, с учетом того, что теперь вместо микобактерий нетуберкулезных у нее была синегнойная палочка. Вот на этой терапии колистин, колистином постоянным, ингаляционным, в два раза она получает плановую внутривенную антибактериальную терапию, спирография у нее неплохая. Вот здесь вот мы у нее, также уже в тому времени мы начали заниматься проблемами обеспеченности наших пациентов витамина D, у нее был установлен низкий уровень, проведена коррекция дозы витамина, на 4000 единиц получала, кроме того, назначена по американской схеме противовоспалительная терапия ибупрофеном на достаточно высоким уровнем доказательности шла, и мы тогда ей назначили под прикрытием амепрозола. А ибупрофен с какой целью? Хроническое воспаление, в принципе, это хронический септический процесс при муколисцидозе, так грубо говорить, и поэтому используют или азитромицин, или ибупрофен на присине гнойной хронической инфекции. Две схемы существуют. Американцы любят ибупрофен, европейцы любят азитромицин в интермитирующей подаче через два дня на третьей. Вот такая есть схема. И начаты курсы опять по потребности внутривенной терапии. Вот здесь как раз ту проблему, которую освещала Людмила Владимировна, вот Мерексид индийский, неделю ребенок с температурой, сатурация падает, неделю капает этот Мерексид, никаких эффектов, родители покупают сами нормальный препарат оригинальный Меранем, и только тогда есть эффект. Вот, к сожалению, для наших пациентов вот эта проблема дженериков, мы ее сегодня вот уже освещаем, больше побочных эффектов, отсутствия вообще эффектов, вот она наблюдается, при этом мы постоянно контролируем ее мокроту на нетуберкулезные микобактериями, сдает она три посева, то есть три вида различных мокроты, так как положено, и слава богу все отрицательное, ну и на КТ во время обострения конечно есть изменения и в положительную сторону, и в отрицательную, и так в общем-то это естественно для муковисцидоза, ну диагноз я уже не буду, времени прошло много останавливаться, мы уже его разобрали, я хочу сказать, что в 16-м году она уже имеет рост 158 сантиметров, она имеет массу 41 килограмма, вы помните 22 килограмма, 14-й год она выписалась, то есть есть чем сравнить, у нее хорошая сатурация, легкие хрипы выслушиваются в зависимости от обострения, есть обострения, выслушиваются, нет обострения, не выслушиваются, и также продолжается два раза в год курсы внутривенной терапии, к сожалению, она от них не может отойти, и колистин, который она получает постоянно как поддерживающая терапия, бесполезен, ну дает свой эффект, но не тот, какой мы хотели, у нее уже две формы псевдомодная сорогеноза, и мукоидная, и не мукоидная к этому времени, и... А какая более опасная и более трудно, скажем, подающаяся терапия? Ну вот, вы знаете, вы всегда считали, что мукоидная форма, потому что резистентность вот в связи с формированием этой пленки, чаще всего, антибактериальная существует, однако сейчас есть исследование, что обычная синегнойная палочка в общем-то вызывает такие же поражения, как и мукоидная форма, просто могут антибиотики одни и те же работать для одной формы, а для другой они могут быть бесполезны. Сложность вот в подборе антибактериальной терапии, чтобы антибиотики вот эти две формы синегной палочки были чувствительны к антибиотику, в этом проблема вот здесь. Ну, у девочки также мы контролируем регулярно раз в год картину легких, естественно, это фиброз дарубцов изменения, которые нарастают, это, конечно, бронхоэктазы, они никуда не делись, диффузный пневмосклероз, тут же мы регистрируем, это понятно, стала возможность диагностики денситометрии, проводится диагностика поясничного отдела Л1, Л4, и здесь они соответствуют низким показателям костной массы, но вот УЗИ коленных суставов в динамике ЭКГ здесь все у нее нормально. Ну, и вот проблема встает, что, в общем-то, и в дальнейшем два эти вида титр меняется, псевдомонез, они остаются, она не переносит абромицин, есть чувствительность, есть чувствительность к колистину, но требуется внутривенная терапия, и тогда все подумали, мы подумали, узнав, что очень хорошо и в Америке работает астрианам ингаляционный, и он как-то бромицин, в общем, такую же степень доказательности имеет, и тогда мы на девочку оформляем консилиум навоз незарегистрированного препарата астрианам для ингаляционной терапии, и в дальнейшем в общем-то девочке оформлено уже консилиум института пульмонологии, и она получает с этого времени с 18-го года постоянно астрианам, и вот она была на приеме у моей коллеги Элены Львовной-Амелиной, которая руководит лабораторией муковисодоза, в ней пульмонология ФМВА, буквально 24-го февраля, мы видим, что рост ее тот же, вес 43 килограмма, она еще прибавила 2 килограмма, но есть некоторые симптомы обострения, как вот Элена Львовна, тут видят и хрипы, функция 73, вы видите, она все-таки снизилась за это время, где-то по 3-4 процента в год она снижается, в мокротиню синегнойная палочка, аспергилюс фумигатус, и здесь ее тоже наблюдают в этом плане, но посмотрите, совершенно нормальные анализы крови, у нее биохимия и опять же анализ мокроты, который она сдает регулярно в институт туберкулеза, они все отрицательные. Как вот на приеме выглядит сейчас ребенок, уже большой ребенок, третий курс юридического факультета в одном из университетов Москвы, верхние доли приличные, хотя мы видим бронхоэктазы, никуда они не делись, и, конечно, проявление пневмосклероза, где-то и очаги видно новые, и, конечно, вот пневмосклероз, бронхоэктазы, цилиндрические бронхоэктазы, и вы помните, у нее вообще как-то больше, вот справа было всегда хуже, и здесь тоже видно, хотя и слева мы видим, вот как раз на нас смотрят цилиндрические бронхоэктазы, но как отличается все равно картина, вот здесь похуже к низу идут, здесь больше бронхоэктазов, есть очаги инфильтрации, ну и вот сейчас ее будут госпитализировать для следующего курса внутривенной терапии антибактериальной, но все-таки я хочу сказать, за это время вот какая-то стабилизация ее состояния произошла, она набрала вес, рост, она учится на юридическом факультете, и, конечно, чтобы в дальнейшем жизнь этого ребенка протекала нормально, ей нужно назначить таргетную терапию, которая, к сожалению, только одним препаратом в нашей стране представлена, девочка подходит сразу по два препарата, и, конечно, если со временем, я надеюсь, мы доживем, когда таргетная терапия будет доступна для пациентов страны, это изменит ее жизнь, и я надеюсь, что мы сможем еще ей помочь продолжать вести активный образ жизни и уровень своего здоровья поддерживать. Вот у меня такая вот информация, ну и хочу сказать, что, конечно, выводы, что всех детей, когда они имеют бронхолегочный процесс, который не купируется всеми обычными нашими методами, вся диагностика, которая по поиску микробного патогена тоже нас не удовлетворяет, мы не видим эффекта от антибиотиков, который на них действует, мы, конечно, должны подумать о нетуберкулезных микобактериях, и, конечно, у нас есть рекомендации всем детям с муковисцидозом после 10 лет проводить это исследование, поэтому в европейских странах больше диагностируется, там доступность этого исследования, она, конечно, не такая, как у нас, у нас все-таки должны привезти в Центральный институт или в Самару, есть проблемы с диагностикой на нетуберкулезные микобактерии, ну и, конечно, вот длительная непрерывная антибактериальная токсически злая терапия, которая была проведена, она дала, конечно, несомненно успех, мы смогли все это пережить, ну и вот срожность этого ребенка, что вот нежелательные побочные реакции на табромицин, ципрофлоксоцин, то есть она не имеет вот своего респираторного тархиналона, который имеют все пациенты, то есть у нее или внутривенная терапия, или, слава богу, есть острианам, который она получает шесть курсов в год, в течение года, и на нем она держится, вот такие сложные у нас случаи, спасибо. Спасибо вам, конечно, за сегодняшнюю фантастическую презентацию, милые дамы, прекрасно, и Елена Ивановна, и Людмила Владимировна, поэтому с Людмилой Владимировной мы тоже теперь не будем расставаться, потому что это очень интересно, и, ну, лично для меня, например, микобактериоз, вот такой вот живой, это было открытие, да, поэтому теперь я уже точно не забуду это заболевание, и будем о нем думать. Профессор Камилова из Ташкента спрашивает, описано ли случай нелегочного поражения органов нетуберкулезными микобактериями. Да, в литературе такая информация есть, и прежде всего это микобактерии рода абсцессус, которые вызывают кожные заболевания, поэтому в зависимости от того, с какой микобактерией столкнется пациент иммунокомпрометированный, в таком органе может развиться воспаление. Мы не сталкивались лично, в нашей клинике мы не видели. Ну, очень интересно, теперь мы знаем адрес, Людмила Владимировна, может быть, вы дадите координаты или электронную почту, потому что много людей было, может быть, они с вами посоветуются. Мы с удовольствием на сайте. Напишите тогда вот в чате и, может быть, ваш адрес электронной почты для связи с вами. В чате, да, я напишу, но я хочу сказать, что на нашем официальном сайте центральные НИИ туберкулеза, если набрать и зайти на наш сайт, есть подробная информация и консультативного отделения нашего института детской консультации. и наша вся информация о нас и чем наша клиника занимается, потому что занимаемся мы не только туберкулезом и вот так сложилось не туберкулезными бактериями, но мы еще занимаемся большой раздел нашей работы и дифференциальная диагностика туберкулеза, потому что мы дифференцируем все, любые поражения органов средостения, плевриты, пневмонии с инфильтративным туберкулезом, различные диссиминации, у нас хирургический отдел, который очень мощный и дифференциальная диагностика в отделении эндоскопии очень серьезная проводится, новые технологии используются по всем направлениям, поэтому мы всегда открыты и готовы помочь в любых сложных ситуациях, все, кто к нам обратятся, пожалуйста. Людмила Владимировна, у меня есть чат про здоровье со всей страны, если вы не против, я вас включу в этот чат, это будет очень интересно. С удовольствием, да, еще хочу сказать, что у нас детско-подростковый отдел, это два отделения, у нас есть младшее детское отделение, где, собственно, мы раньше брали детишек от четырех лет, а сейчас так сложилось, что маленьких детей брать некуда, и наши врачи в детском отделении с двух лет уже начали на себя брать пациентов и с туберкулезом, и с различной другой патологией для дифференциальной диагностики, поэтому вот с двух до 12 лет это наше младшее детское отделение, и наше старшее отделение, это дети от 12 до 17 лет включительно, занимаемся, все, что к нам, все, кто к нам обращается, стараемся всем получатся. То есть вы принимаете со всей страны? Да, у нас сейчас активно ТВА и Якутия, и со всей страны к нам дети и летят, и едут. Людмила Владимировна, почему в нашей стране больше туберкулеза, якобы, чем в Европе? Ведь сегодня Европа это не та, которая была. Кажется, наша родина выглядит более приятно. Может быть, они не диагностируют? Ведь у них гораздо хуже доступность медицинской помощи. Каждый год пробу МАНТО вряд ли кто-то делает и за этим следит. У них в основном вся статистика по обращаемости. И кашляют годами очень многие люди и не обращаются к врачу. Поэтому статистика у них такая кривая. У нас более-менее правильная статистика, потому что медицинские отчеты и так далее. А у них вообще недообследованные. Поэтому думаю, что туберкулезы у них не меньше, чем у нас. И вот почему они не делают БЦЖ? Если говорить о нашей стране, то я думаю, что мы еще долго от БЦЖ не откажемся. Это, в принципе, правильно, потому что она защитит нас от смерти детей от туберкулеза. Конечно, статистику можно подать по-разному, но я вам скажу, что сейчас у нас оперируются дети 4-х лет с МПМами. У нас есть пульмоноктомия по поводу туберкулеза у подростков. Страшное дело. Поэтому, хоть у нас заболеваемость и снижается, но растут такие формы туберкулеза, как множественная лекарственная устойчивость, микобактерии, которые вызывают туберкулез. И вот это вот большая проблема. Когда-то раньше, сегодня, ну вот не на слуху костный туберкулез у педиатров. Много его? Есть он? Он не на слуху, но он есть. И костным туберкулезом занимается институт в физиопульмонологии в Петербурге. Они на этом специализируются, поэтому они этой темой развиваются, и все дети с проблемами, имеющимися костного туберкулеза, направляются в Петербург. То есть думать о нем все равно надо? Обязательно. Туберкулез, еще раз хочу напомнить, поражает, как говорили наши хрифеи, все, кроме ногтей и волос. Любой орган и все специалисты должны о нем помнить. Спасибо большое, дорогие наши коллеги, за просто блестящую сегодняшнюю конференцию. И Ленни Иванович, и Людмит Вадим, просто огромная благодарность. Поэтому много благодарности у нас от врачей в чатах, поэтому надеюсь, мы с вами надолго не прощаемся. Огромное спасибо. Огромное надеюсь. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.